Привет всем, дорогие мои друзья! Продолжаем с вами делать обзоры на видео с Амвелой Адамьяной, кого мы видим в гостях о Васильевне в квартире инопланетной. Сытники, собственно, персоной Светлана с Андреем пришли проведать Васильевну. Ну а як же, не дай бог, не уделить ей внимания, девочки, попадешь в немилость. И так ця шупечка, их парафин, эти хвисты в грыву, таких гадостей рассказывают просто. Не представляют, как эти сытники все проглатывают и хавают, да? Но молчат, молчат, тихонечко в тряпочку. И обязательно надо заискивать, чтоб не попасть в немилость. Пришли проведать, знаете, такое у меня ощущение, прям такие кролики ушки прижали Васильевна. Ну як вы тут, не-не-не, девчонки, я, конечно же, пытаюсь шутить. Понятное дело, что нужно больного человека проведать, уделить ему какое-то время и свое внимание. Но, 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 но. Какой привет, такой ответ. Сильно адамяны уделяют внимание кому-то вот из своих друзей, приятелей, знакомых, тем же сытникам. Все, что может Самвел, это только стебать Свету, подхихикивать над Андреем. Я что-то как-то не припомню, да? Какие-то действия, чтобы больную Свету проведала Шупечка. Или Самвелка как-то участливо пообщался с человеком. Не помню, ребята, я такого. Но сильно люблять, чтобы их носилы на руках. Итак, сытники здесь и сейчас, на планетной. Сыды тетя кукла на капоте, как называй ее Самвел. У себя на кровати. Ребят, вы это видели вообще? Халат одели. А почему, Самвел, к тебе вопрос? Только к тебе. А пардонтишь. Ира же еще здесь. Еще на этот момент она не уехала. Ира, доця, ты женщина, че ты кто? Одели халат на мамашу, задрали по груды и сытыть с голой жопой. Все на распашку, памперс и двинулые в раскорячку. Голая, как есть. Наблюдайте, гости дорогие. Андрюхе Сытнику, я думаю, было очень приятно лицезреть Шупечку. Во всей ее красе. Вы что там сбрындели? Вы нормальные люди? И я начинаю в этом сомневаться. Ира, твоя мать сидит. Почему вы светите ее все причинные места чужим людям на показ выставляете? Да опустите вы этот халат. Да прикройте вы эти ноги. Что это было вообще? И никто, главное, не реагирует. Все нормально. Никто ни слова не говорит, ни замечания. Девочки, уже все попривыкали, что она полугола перед всеми людьми фигурирует. Ноль на массу. Абсолютно. Ира приглашает к столу. Ну, наконец-то, в кое веки. Адамян, я почитала комментарии, ребята, там Самвелка высказался. Очень много было по этому поводу. Комментов люди писали. Слава богу, Ира хоть пригласила к столу. Самвел, учись у своей сестры. Сто лет не видели, да, чтобы в этой квартире анопланетной шупечка хоть кого-то чаем напоила. Ответ Самвелла. Сев, ты меня убиваешь просто. Учитесь у меня. Я еще должен успевать чаем кого-то поить. Шо, 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 шо? А це сложно воды в чайнику скипятить. Це проблема якась вилыка. Так это элементарные нормы гостеприимства. Все. Хотя бы чай. Никто не просит борщом кормить и твоими фирменными голубцами. Чай, кофе, предложи людям. Так все культурные вообще хозяева поступают. Пришли чужие люди в ваш дом. Так он еще с претензиями, видите ли. Король, король. Самвелл, пересмотри свое поведение. Ну, правда, было как-то неприятно читать твой коммент. Ну, какой-то ты борзенький такой был, понимаешь? Учитесь у меня, когда я бы успел. Шо там успевать? Скипятили тот чаек. Что-то там Ира на стол к чаю предложила сытникам. А сытники не могут выпить этот чай, девчонки. Не могут. Шупичка их не отпускает. Пидожды, щас я договорю. Ира говорит, люди с работы пришли. У тебя совесть есть какая-то? Света после смены, на минуточку, да? Смотрю, раскрасневшаяся сидит с улицы, отпахала там. Естественно, хочется покушать. Ну, хотя бы чаю там с какой-то булочкой, через какой-то вафелькой, печенюхой, конфеткой. Что-то в желудок забросить. Пидожды, нехай, нехай. Я щас доскажу потом. Она, она, единственная на пьедестале. Быстро, быстро все рты открыли. Взоры устремили. К шупичке. И аплодисменты. Бурные аплодисменты. Ребят, это невыносимо. Ей уже в лицо дочи, говори, что так себя не ведут. Что люди голодные. Мама, отпусти. Нет. Категорическая форма. Нет. Она так сказала. Отцы наглость, да? За шкале. Сынок, подстать. Мамку пидержу я. А чё, пишет Самвел. И ещё в трансляции я там послушала, как он выступал, разглагольствовал. Пришли гости, ну и шо? Чё ца их обязаны чаем поить? Боже мой. Самвел не переигрывает. Ну правда. Это уже как-то даже и пошло, и брыдко, и отвращает. Как-то отталкивает вот такое поведение. Хотя сам ты, Самвел, я уверена, на миллион процентов всё прекрасно понимаешь, что правильное замечание в комментах зрители тебя пишут. Но ты никогда не признаешься, что ты был неправ. Да скажи хоть один раз. Ребят, наверное, вы правы. Ну я какой-то такой безбашенный, никогда ничего не понимаю. Вы меня учите, а я буду к вам прислушиваться. Интересно, а мы такие фразы когда-нибудь услышим от Самвела Адамяна? Думаю, что нет. Пока сытники на кухне чаемничают. Ира там их развлекает. Слышу по голосу. Такая активная беседа происходит. Ну и прекрасно. Здесь, в комнате, Самвелка с мамкой. Девочки. Тоже задушевная беседа. Мама, подивайся, как Ира поубирала. Всё чисто, говорит Самвел. Надо поддерживать эту чистоту. Надо вот Ира, чтобы к тебе приходила. Кстати, в комментариях люди не поняли, про какую Иру идёт речь. Ребята, Ира, то есть не дочь Татьяны Васильевны, не Адамян Ира. Другая Ира, работница, которая приходила сюда на Планетную и всегда убиралась в квартире у Шупички. Про эту Иру идёт речь. Вот Самвел хочет возобновить эти уборки, чтобы поддерживать эту чистоту, которую сейчас дотя тут навыла у мамуси. Говорит, надо платить, мама, раз в неделю, пусть приходит. Ой, то сильно часто раз в неделю. Ну, засралась повуха, ей нормально, ребята. Раз в неделю убрать в квартире, блин, тут шуршишь два раза в день, два раза в день. Пылесосишь, миешь, драешь влажні уборки. Раз в неделю поубирать, то сильно часто. Сколько ж ей платить? 500 гривень хватит. Самвел говорит, что вообще уже? Что такое 500 гривен? Убрать всю квартиру? Севка говорит, ну, 700-800 гривен за плати. Нет, то богато! 500 хватит! Офигеть! Оце крохоборы, оце жлобы. Самвел, самвел, миллиардер ты долбанный, не позорься! Ты посмотри, сколько людям платят! Я где-то подозреваю, девчонки, вот это вот Ира, которая приходит убираться, она, скорее всего, расценки эти все знают. Она может и отказаться приходить сюда, к шупечке. Потому что это 3 копейки. Убрать все эти срачи. Вот ту кухню драют, ребята, посуду, плиту, холодильник. Все эти залежи выгребать постоянно, плюс балкон, плюс комната. В туалете, вы понимаете, что там творится? Вот эта душевая кабина. Я вот с трудом себе представляю. Взять отдельно, я уже не говорю про унитаз, умывальник, плитку на полу, стены. Она еще такая с нарезочкой. Это плитка с углублениями. Это все щеткой надо драять, чтобы, конечно, было чисто. Вот взять одну душевую кабину. Это сколько времени? Ну, это надо час потратить, полтора потратить, чтобы она была чистая, действительно чистая. 500 гривен? Не знаю, никогда бы в жизни не стало за эти 3 копейки работать. Вообще-то, насколько я знаю, уже и в Украине, так как в Европе оплата почасовая. Я помню, я приглашала девочку у себя дома в Кировограде помыть окна. Почему? Не потому что сама ленилась, ребята. Очень много стекла у меня. И вот эта вот терраса вся из стекла. Ну, очень много. И в комнатах у меня огромные арочные окна. Вы это видели? Потому что потолки очень высокие. Поэтому и окна вот эти круглые сверху арочные, да. Очень большой площади. Внутри помыть, снаружи помыть. Я нанимала девочку. На минуточку 8 евро в час. Я ее еще спросила, почему в евро? Ну, вот так, как в Европе. А сколько вы хотели, она говорит. Платила. Я знаю, что это дорого. Для Украины. Да, это дорого. Но мы ведь с вами рассматриваем ситуацию с Самвелом Адамяном, который миллионер, у которого, как там он говорил? Моих грошей хватает на 5 жизней. Не переживайте за меня. Хочу еще 5 квартир куплю в разных странах. Ну, я в это верю. Потому что понимаю, сколько человек зарабатывает. И дай бог, Самвел, боже упаси. Мы не завыдуем. Мамо, нам завыдуем. Ой, мне так нравится это их выражение. Нам завыдует. Это зависть. Да. Это зависть. Если есть деньги, Сева, не позорьтесь, пожалуйста. Заплатите человеку. Что это за 500 гривен? Вы вообще уже оборзели там. Наглые до предела. Девочки, ну я просто умилялась, когда смотрела и слушала Свету Сытник. По пылой чайку. Пришла. Сейчас, Васильевна, я вас полечу. Думаю, шо-шо? Что это у нас собирается работать со Света? Руками полечу. И еще один экстрасенс. Я думаю, в кого цей кокачка вдався? Девочки, я не могу. У них там, оказывается, вся семейка. Вот этих вот экстрасенсов, лечебников. Старухи-повитухи, понимаете? Пришла, схватила бабине колено в руки и держи. Иди, Ира, подивися, як Света лече мамину ножку. Снимай, снимай меня, кричит Шупичка. Ножку покажи. Света говорит, шо показывать? Яку ножку? Давай телефоном показуй. Ножку мою показуй. Ну да, бо мы ж рати ці твої вообще не бачили. А для чего показывать? Шоб шо? Шоб шо случилось? Шо мы должны там раздивиться херяма на твоей оцій ножки? Шо там в твоей тій ножки? Ножка забинтована, чулка надіта. Снимайте меня. Дайте ей ще, девчатка, у цю трибуну. И графін з водою. І микрофон поставьте, понимаете? Вот только так. Любе бабуся на главных ролях быть. Ира учалю я додому. Девчатка, все, хватит. Нравится мне это слово. Фатит. Наробилась, напахалась. Фу. Пора і чесь знать. Трошки помила квартирку. Мамка її раздражає. Мамка її вдомляє. Хвате поплакала трошки. Слізу пустила. Капусту стушила кислу. Їште не обляпайтесь. І геночка приїхав, бо скучив за сістрой. Тобі ж за своєю жіною Ірой. Мне, знаете, очень нравится, как Сева пытается представить нам, презентовать вот эти отношения Ири и Гены. Ну, не то Гена не может без Ири. Это по Самвелу Адамян. Роман такий у него. Він пише у себя в голове. Роман. Не то Гена не может просто не дихнуть, не перднуть без Ири. Не выдержав, приїхав за сістрою, да, за сістрою, не можеш без неї. Ну, вот, пожалуйста, Гена открытым текстом сказала. Можеш забирать її вообще, бесплатно. Я тебе її дарю, хоть навсегда. Ну, как бы, мужик тоже с юмором, я это понимаю. Шо ти навязываєш, Самвел? Обичная семейная пара. Да, замечательная семья, да, у них все хорошо. Но не надо преувеличивать и перебарщивать. И приписывать им то, чего нет абсолютно, и близко, и рядом нету на самом деле. Ой, Ира, за всю их семейную жизнь два раза теке от Гены уезжала. Як операцию робили на щитовидке. И щас мамку приїхала нянчить. Ну, мамку вона нянчила, трошки помыла там в квартире. Боже ж ты мой, можна подумать. Нет, девчонки. Шось я уже начала слишком тонко видеть вот эти все перегибы Самвела. Как-то уже даже неинтересно. Сева, вот сейчас в тебе был просто актер Самвел Адамян. И уж точно не настоящий Сева был перед нами. Не представляй, не презентуй Гену тем человеком, которым он не является. Обычный мужик. Муж своей жены. Ну, поехала та жена до матери, ну и нехай еде, хрен знает, хоть отдыхну. Да, Гена? Не, ну так это нормально, а что здесь такое? Боже, как распише, распише, Гена там бедный, не есть, не пьет, спать не может, умирает без Ирочки. Ну, капец просто. Ира, я думаю, с удовольствием отчалила, выдохнула и додому потягла оглобли. В свою красивенькую, чистенькую, беленькую квартирку. Кстати, я где-то за Иру рада. Ну, действительно, здесь сплошной негатив. Ира постоянно только и говорила, да чё вы орёте, да чё вы орёте, Господи. Мама, ты шо, чукнута? Я вот за эти два дня только и слышала от Иры вот эти вот увещевания. Ребят, я не знаю, в который раз повторю я, как там живёт этот несчастный пусик. Мне ужасно жалко кота. И ему некуда деваться. Куда ему спрятаться от этой атмосферы, от этого ора, воплей и криков? Куда, ребят? Это подневольное животное. И мне так подумалось, думаю, чихай бы уже и разобрал этого пусика. Но, наверное, бы ему хуже не было. Конечно, он привык к этой квартире. Коты привыкают к дому, где они проживают. Но с шупечкой сосуществовать – это потерять кучу здоровья. Мне кажется, Ира уехала оттуда, как выжатый лимон просто. Закончу свой обзор. И пока. До новых встреч. Пока.